Добрый день, Михаил Сергеевич, вы не нуждаетесь в представлении для жителей России и Украины, но, может быть, для наших западных зрителей вы могли бы немного рассказать о себе? Я подполковник Толстый Михаил Сергеевич, родился и вырос на Лонбассе. В боевых действиях участвовал с 1 мая, начался в Славянске. С 1 мая прошлого года? Да, в 2014 году. Во-первых, участвовал в бойне Славянске, в том же том же участвовал в бойне Ямполя, в Семеновке, и в то же время я участвовал в выступлении со Славянска. Скажите, но ведь вы не профессиональный военный? Нет. То есть вы до войны были гражданским человеком, гражданским или гражданской специальности? Ну, да, я имел гражданские специальности, но, можно сказать честно, я в 98-2000 году служил вооруженных силах Украины. Срочную службу. Как говорится, отдал долг бывшей своей родине, так называть будем теперь, своими именами. Но всегда хотел быть военным. Всегда меня заинтересовало. И, может быть, просто то, что я знал, замечал, и все выводы из истории, может быть, сейчас и сказываются. Скажите, а вот что вас все-таки побудило прийти на Донбасс, принять участие в этой войне? Какие у вас были мотивы? Мотив – остановить беззаконие, беспредел. Понимаете? Тот, который происходил в Киеве, в Одессе, в Мариуполе – это же беспредел. Понимаете? Когда против мирных жителей выдвигают войска – это беспредел. Понимаете? Это уже называется вооруженный конфликт, революция, по-другому называется, переворот. В самом деле, это переворот и произошло, когда я накончил бойся. И хотели всем навязать свою политику. Но люди на Донбассе никогда никому не покорялись. Так что, поэтому и пошел. Скажите, вам удалось принять участие во многих знаковых сражениях, но в том числе, например, в битве за Донецкий аэропорт. Не могли бы немного рассказать об этом? Рассказывать-то нечего. Понимаете, мы еще не знаем, с каким мы участвуем. Все перечисляют чисто такие вот именно крупные масштабные операции. А почему, вы не вспоминаете, Крыничный, Путепровод, Верхний Крынк. Почему с Нижних Крынки отступать начали украинские войска? После того, мы взяли Верхний Крынк, они начали отступать с Нижних Крынки. Уже еще немного они откладывали во втором кольце сразу. Но аэропорт, это аэропорт. Я знаю, что это длинная эпопея для всех была. Теперь этой эпопеи нет. Ну и аэропорт был ясно второй. Нам поддержку обеспечила батареоносток. Мы с Оксаном вместе, как говорится, нашли общий язык. И мы скооперировались и быстро все сделали. Одно требовали за три дня, а мы взяли за два дня. Хотя украинские с ним долго рассказывали героические оборонения. Вот вам пришлось общаться с пленными так называемыми киборгами. Вот всем известно это видео в интернете. Не могли вы немного рассказать об этом? Какие у вас вообще ощущения вызывали вот эти украинские военнослужащие? Что вы думаете о людях? Позор. То, что люди защищают и воюют за ними. За обещанные тысячу в день гривен. И за обещанный миллион в семье, если погибнешь. Вот за это не сражаются. А то, что их используют люди, которые спустились неизвестно откуда. И начинают рассказать, что здесь страшные люди, которые едят людей, насилуют женщин, детей загоняют в угол и все остальное. Закон рассказывает. У нашей территории Донецкой народной республики четко выполняется закон. Как административный, как уголовный, как военный. У нас порядок, и вы сами показываете, как мы живем. Не хуже всех. Даже, можно сказать честно, лучше, чем у Крыма, довольно. Скажите, а что вы думаете об этих так называемых киборгах, как военных? А ничего я о них не думаю. Киборги это просто назвали. Им внушили, что они непобедимы. Поцепили швом одноглазого киборга. Терминатора, так можно называть. Часть вторая. И послали воевать. Вы же непобедимы. А мы их на два дня. Молчишь у нас. Хорошо. Давайте вернемся к вам. А вы могли бы еще вам рассказать о Сомали, о вашем подразделении? То есть немного о его истории. Почему название Сомали? Ну, как бы вам сказать честно, мой батальон Сомали начал формироваться еще в Головайске. Но, когда мы держали линию обороны, ребята стояли справа. Это нарко-аграном. Держали мою спину. Я Головайске. И слева стоялось, типа на Крымке, вот такие. И по лынтишному. Мандал командовал. Ну, мы по лынти забрали выше. В бригаду. Там по тылам. И потом вот эти вот ревроты начали выполнять операцию в Канжонково Верхних Рынках. Вот этот промежуток мы убрали. С поддержкой Арсена. Он сверху поддерживал батальон «Восток». Который поддерживали нас со стороны «Эсимовато». Я увидел, как ребята сложились вместе. Что два трех сотых у нас было. Всего лишь. Можно сказать, при такой тяжелой операции, да. Это очень, могу сказать, честно даже для меня очень обладало. Ребята все сделаны, все хорошо. И по направлению вообще в аэропорт у меня в голове создался план создать отдельный батальон. Я предложил министру обороны и начальнику штаба министерства обороны. Они согласились обработать эту информацию. И так появился отдельный батальон. Отдельный батальон появился 27-го, 29-го, извиняюсь, октября. Ровно год был уже. Так что... А в Сомалии будет, ну, да, Саловайск. Как вы сами понимаете, когда обеспечение не готово, когда борщи в окружении, люди одевались на штурмане. Ну, выглядели не мягко пираты. Сомалистки. С мухами, с шмелями, с РПГ-7, с пулеметами, с автоматами. Истинный пират. Ну, оттуда и пошел. Хорошо. Я представляю международный информационный ресурс Vox Pop Levo «Голос народа». Хотели бы вы что-нибудь передать нашим западным зрителям, то есть простым жителям Европы, Америки, Канады, Австралии? Ну, сейчас его будет переживать тяжелый момент. Это эмигранты Сирии, которые убегают из себя, стремятся в группу попасть. Просто хочу не сказать одно. Перестаньте поддерживать украинскую власть. Потому что, если это произошло на Украине, вы не застрахованы от того, что у вас их уже не поведет. Не нужно помогать инвалидам на голову в том, что они не умеют. Пусть и не забывайте, все начинается с Украины, а потом Америка заслужила буквам. И это же госпожа Меркель так же само будет, может быть, понадобить Италию или любую другую страну. Если бы украинская страна не снабжалась бы деньгами, оружием и всем остальным со стороны Европы и Соединенных Штатов Америки, по этим словам, эта война уже закончилась. Испокойным, минивым путем, выбором ГНР, ГНР жили бы и не тоже бы. Так что просто хочу посоветовать, не нужно помогать тем, кому не нужно помогать. Вы России обвиняете, что она тиран. Россия – это самая мирная страна в мире. Благодаря России в Сирии хоть немного навели порядок. Благодаря России в Юго-Восток Украины живой. Люди не зло в нем были. Благодаря России могло бы милом перечитать то, чего они сделали. Мы – сепаратисты, бандиты. Ну, спросите у пенсионеров, какие у них пенсии. Потому что у вас незаконная. Ну, почему-то при незаконной власти. Многие структуры, которые получали внимание, живут в много раз лучше сейчас. И более обеспеченные. Такие вот и плохие. Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Удачи вам. Спасибо вам. До свидания. Потому что скоро это перешевция частик. Потем kannst�ка на School Д σкуля. На fields маленький, который здесь простоosen, Исп sense к дорогим,